Виталик, он худрук этого дворца, стационарный режиссер. Да, режиссер стационарный этого дворца, этой площадки. Площадка очень благодарная, которая дает возможность как раз там работать и воздух безопасно, и как раз использовать там все преимущества этой площадки для съемок, для использования света, звука и всех возможных чудес. Ну вот, например, ты, продюсер, есть у тебя какие-то задумки, например, сделать детский спектакль. Детский спектакль на основе вот Алиса, Наташа в стране... Все, все выдал сразу же. В стране чудес. Как раз именно все карты раскрыты, все выдал. Алиса в стране чудес как раз и было представление, которое очень хочется сделать новогодним представлением. И, в общем-то, продумана уже основная часть. Ведь это же семейный, в новогодние это семейный праздник. Это самый благодатный проект, который может на много лет работать. И к тому же, если не сильно заморачиваться литературной драматургией, ну, чтобы там кто-то какой-то... Все равно какие-то монологи, диалоги какие-то могли быть, пусть они даже чисто... Ну, дальше дорабатывают мозг. И даже ребенка быстрее, чем даже родители. Не обязательно все, там весь спектакль, как у артистов драматических. Нет, как в цирке. Но что-то, то направляющее слово, которое должно предсказать или перекинуть мостик в следующую картину, да? То есть все равно какие-то нужны будут драматургия какая-то должна присутствовать. Да, конечно. Ты пишешь сам или Кравченко, Виталик? Нет, пока я занимаюсь отдельно этим написанием от Виталика Кравченко. У вас в стадии, вот это в стадии задумки, хорошей задумки. То есть вы понимаете, что без детей на цирку некуда уехать. Конечно. А потом дети, это самые благодарные зрители, которые вообще существуют. Это вот глядя на их глаза, когда они смотрят, как, например, выступают артисты, это лучше всяких хороших слов даже, которые говорят уже взрослые люди. Вот их глаза, они не врут никогда. И открытые рты, когда они смотрят влюбленными глазами на все то, что происходит, и для них это настоящее волшебство, да? Это самое великое. Ну вот еще, смотрите, я ищу. Это я уже, типа, мне интересно, потому что я, дедушка пятилетнего, шестилетнего, шесть лет исполнилось, буквально пятого июня, внучку моему, да? И я думаю, вот как Гарри Поттер там вытеснил, вот что-то нашу слабинку дали наши писатели, сказочники наши, да? Все, и детский театр. Что-то какая-то слабинка произошла вот из-за театральной, литературной, из-за этих всех реформ экономических, да? Вот чем плохие в России реформы, они опасны, они распространяются как, как этот, по компьютеру, черви там всякие. Вирус. Да, как вирус. И разрушают все вокруг, да? То есть, как бы делая кому-то, освобождая какие-то деньги, на самом деле рушится все хорошее, все, что вокруг. Мимо, здесь за денег, да? То есть, разрушился, вот книжки перестали, да, наших героев. Но зато выплыл раз, выплыл на этом фоне Властелин колец. То есть, я вот машину Ауди вижу, когда водитель говорит, о, Властелин колец, да? Или там, Гарри Поттер. Гарри Поттер стал почему-то героем нашей детворы. А у нас были свои там всякие. Наша Баба-Яга, ну, типа Каще Бессмертный. Иванушка почему-то дурачок, да? Ну, он всегда был хитрый, всегда побеждал. И у него был свой электромобиль, печка, вот это, да? Ее мобиль такой, свой, наш был. Ну, почему не развить? То есть, вот, увы, вот ты за основу берешь, за основу только буржуазные детские герои. Или вот есть, можно, есть место, там, трем богатырям каким-то? Конечно. Конечно, есть такие мысли по поводу трех богатырей. Ну, вот, Кравченко ставил спектакль, я с удовольствием в нем сам поучаствовал. Просто как техническая часть. Вот этим вот, в этот Новый год, прошедший сезон, он ставил спектакль «Летучий голландец». Прекрасный просто. Я считаю, один из лучших спектаклей детских, которые были поставлены вот в новогодние праздники. «Летучий голландец», это сейчас вот назвали этого футболиста голландского, который… Прошу прощения. Который прыгнул так и головой забил, и все газеты выхватили, он долго летел. «Летучий корабль», конечно же. Я уже так, это ассоциация «Летучий голландец». А я подумал, что ж Виталик-то, опять же, голландец, думаю, что ж так? Да простит меня Кравченко, да. Это «Летучий корабль» был, с прекрасными актерскими работами, с хорошими, очень хорошими образами и с настоящим летающим кораблем. А вот это у вас фотография или это ролик? Это фотография. Да, это как раз… Вот давайте пусть фотографии идут, а мы… Цирковой коллектив «Жар птиц» в Челябинске, тот был юбилей в прошлом году, 40 лет коллектива. Который мама твоя руководит. Да, откуда. Ну, так это Женея с Марией детско-юношеский такой. Детско-юношеский, да, детско-юношеский. И руководитель этим коллективом, народным коллективом Наталина Мама. Да, это я уже сказала. Да. И на сегодняшний день она руководитель? И оттуда много выпустилось очень профессиональных артистов, которые работают в разных цирках наших. Послушай, а когда вот в Ледовом, в Ледовом там был Леап, ну Ледовом, Леап или Гуап, они делали там 60 лет института или 70 лет, 70 по-моему. И вот я там, ну там, меня пригласили там спеть одну песню в прологе. И вдруг выбегает много вот, много ваших и воздушных, и сразу несколько там. То есть там действия сразу проходят на коньках, ну не на роликовых, на нормальных коньках. Потом ваших, и все. И такое получается круто, как будто я был в японском шоу или в американском. Сделали наши режиссеры. Наши Гуаповские, Миша Славский, по-моему, наши режиссеры это все сделали. И очень даже красиво получилось. Все по-взрослому. Анатолия, Наталья еще постесялась сказать, но там на фотографиях даже присутствует еще следующее поколение, младшая сестра Наташа. Да. Уже тоже цирковая? Да. Слушай, у вас мать такая, она церберная, она заставляет девчонок своих. Да? Не заставляет. Не это-то по собственному желанию. Там просто атмосфера такая, что очень хочется поприсутствовать и всегда прийти. И дети, по-моему, с удовольствием, с большим удовольствием, чем в школу, ходят туда. Да. Ну, смотри, в цирк, да. Вот красмама справа, блондинка. С цветами. Упа, такая, смотри. А она, кто у тебя? Тоже каучик. Каучик, да. Ну, в смысле, гимнастка, поэтому она такая стройная. Да. Ну, видишь, как красиво. А скажи, а синхрон, вот как синхронное плавание, чем оно хорошо? Ну, если бы, например, девочка одна плавала с прищепкой на носу, то весь номер бы все смеялись, да? Ну, она бы там прыгала, ножками махала. И все равно все бы смеялись. А когда их там 10 штук, там 15, то это уже смотришь, все одинаково, все синхронно, да? И это вызывает уважуху, да? Вот сколько можно сделать? Ну, у вас, например, может быть, даже это не нужно, такое сравнение. У вас и так красиво. Ты одна, и ты все, держишь весь зал за горло. А вот так вот сразу, если взять одна, сразу так, синхрон. Ну, на полотнах у нас групповые номера 8 человек работают. До 8. До 8 человек. Но не из-за того, что нельзя сделать синхронно больше, просто мало очень воздушных гимнастов в Санкт-Петербурге, поэтому... Точнее, есть гимнасты, которые называют себя гимнастами, это вот бывшие ученики или ученицы Натальи, которые... Ну, вчера они были преподавателями, вчера они были, там, парикмахерами, вчера они были, цветы разводили, пришли, позанимались в студию, которых сейчас достаточно много в городе, и решили, что они тоже воздушные гимнасты. Мы ни в коем случае не обсуждаем то, что они не воздушные гимнасты, но уровень, конечно, подготовки совершенно разный, абсолютно разный. Ну, сейчас же очень популярна вот стала воздушная гимнастика, как просто в быт пошла, как, например, в фитнес. Как тот же пилон. Ну, то есть занимаются просто для души люди, не профессионально, а просто для себя, для фигуры. Я-то не думал, что это ваше, можно в спорт. А у вас это спорт? Нет, это не спорт. Но они сейчас это как бы как спорт. Да, есть такие даже замечательные преподаватели, которые придумывают сейчас, организовывают ассоциации, причем сколько школ, столько и ассоциаций. Ассоциаций, которые международными даже называются. И каждый со своими правилами. И такие преподаватели даже придумывают замечательные названия. Конечно, не хочется, чтобы уровень падал. Да, эквилибр на полотнах. То, что гуляет сейчас вот среди людей. Хотя такого не бывает. Эквилибр это баланс. Полотно это вот ткань. Жанр. Воздушная гимнастика. Ткань, аппарат, полотна. Мы на них там исполняем различные трюки. Это воздушная гимнастика. А называют, к примеру, эквилибр на полотнах. Такого нет. Потому что эквилибр это стойки на руках, на катушках. Это все, что связано с балансом. Воздушная гимнастика это другое. Там нет баланса. Совершенно другие трюки. Они просто, видимо, нравятся названия красивые. Берут и... Ну да, время дилетантов. Вот приходит сейчас, это время дилетантов, которые пытаются... Просто лишь бы они, как бы, если их пускают на большие площадки работать, лишь бы никто не упал. Потому что если кто-нибудь из них там, не дай бог, конечно, свалится, потом всем нам перекроется. А там тоже режиссер, дилетант, машинист со сцены не оттуда. Просто вчера разгружали только что виноград. Сегодня пришли там, организовали концерт. Сейчас зачастую так. Режиссерам просто дилетантам быть не опасно. От этого никто не пострадает. А если сил не хватит удержаться, там девочка упадет, это просто может быть... Или другое страшное недопущение. То, что нет сейчас таких уже инспекторов манежа, или инспекторов сцены, которые проверяют непосредственно подвеску и которые проверяют непосредственно сами аппараты. То есть девчонки приходят работать без каких-либо сопроводительных документов. То есть без испытаний этого аппарата. Ну в цирке-то все это есть, конечно, там все в порядке. А вот здесь на сценах, на частных мероприятиях... Не везде смотрят. Ну это даже до случая. Это только случай, что кто-то посадит одного, второго. И дальше уже прекратится вот это вот наполовно. Страшно не то, что посадят. Да, а не на эквилибр на крестовских решетках будет. Страшно не то, что посадят, а страшно то, что человек останется или калекой, или может совсем убиться. Дело-то не в этом. Человек, который пошел и говорит, а завтра я буду на ломе делать, или еще на чем-то, он же сам идет на риск. Ну страшно то, что это вот сейчас пропагандируется в больших очень таких масштабах. И вот эти вот дилетанты, они выходят на большие сцены и пытаются... А устроители просто экономят деньги на мероприятиях, именно приглашая таких непрофессиональных людей. А вот это фотографии или это вот в колесе? Это видео. Вот давайте посмотрим, потом тоже обсудим. Это как раз в Японии тоже точно говорила. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, друзья мои, мы тут как раз, пока вы смотрели красоту, ее опять просмотрел, потому что поговорить еще хочется. И выяснилось, что Наташа, оказывается, работала уже, когда мы думали, я закрыл за собой дверь, я думал, что я последний ушел из мизик-кола, да, из старику. И, ну, то есть, год уже не было мизик-кола, а год еще, как бы, я еще что-то там, какие-то красные дни, календарные, я что-то пел там, да, для пенсионера, там еще для кого-то, ну, для публики специальной. А потом уже все, Платунов говорит, ну, не могу уже платить, потому что нет афиш, нет мотивации. Я ушел, и вдруг вот Куликов, Евгений, да, Женя Куликов, спортсмен, да? Олимпийский чемпион многократный, да, стал директором. И вот он, конечно, взял на себя непростую ношу.